Центр избирком готов к проведению выборов и референдума. Причем затраты на эти цели, как заявляют в комиссии, будут не такими значительными. Если две выборные компании будут объединены, сэкономить удастся порядка 200 миллионов сомов. На сегодняшний день ЦИК обучает своих представителей, как обеспечить волеизъявления граждан. Курсы проходят и независимые наблюдатели. Только от местных НПО следить за ходом голосования будут несколько тысяч экспертов. Игорь Потанин выяснил, на какой стадии подготовка к предстоящим выборам и референдуму. К предстоящим выборам в местные Кенеши в Центр избиркоме все готово. Составлен план и ведется активная подготовка членов участковых комиссий. В этом году выборы пройдут с рядом нововведений. Поэтому региональным представителям ЦИКа нужно заранее изучить все новшества избирательного процесса. Эти выборы в Аильный Кенеши, они вообще будут проходить по мажоритарной системе. Что это означает? Что, допустим, один Аильный Кенеш, в котором, допустим, 21 мандат или 11 мандатов, по-разному бывает, он состоит из нескольких избирательных округов. В одном избирательном округе разыгрывается 4 мандата, допустим, в другом избирательном округе 3 мандата. И, соответственно, здесь именно только фамилии кандидатов. Независимо от того, выдвинут он самовыдвижением путем самовыдвижения или он выдвинут партии. Это тоже возможно. Партия, допустим, в одном округе, где разыгрывается 4 мандата, они могут выдвинуть 4 кандидатов. То есть на каждый мандат по одному из кандидатов. И принцип выдвижения будет, что его выдвинула партия. Но фамилии будут стоять именно этих кандидатов. Выборы в городские Кенеши, они проходят по пропорциональной системе. То есть похожие, как это были выборы в Джугургу Кенеши. Параллельно с обучением членов местных комиссий, разъяснительная работа проводится и среди возможных кандидатов. Пока своих официальных представителей в ЦИКе зарегистрировали только две политические партии. Заявки на участие в выборах подали средства массовой информации, желающие осветить ход избирательного процесса. Регистрацию уже прошли 30 СМИ. Кстати, официальный старт агиткомпании будет дан 11 ноября. Что же касается самих кандидатов в депутаты местных Кенеши, они пока не торопятся подавать свои заявки в ЦИК. Видимо, заняты поиском средств для избирательного фонда. Избирательные фонды формируются за счет средств пожертвования физических лиц, юридических лиц, кандидатов и самой партии. Но кандидатов пока еще преждевременно вносить в средства, так как список кандидатов еще не зарегистрированных, они смогут вносить только уже после регистрации. Также, получается, для Бичкекского и Уорска, ну, в Уорска мы уже прошли выборы, в Бичкеке, получается, максимальная сумма избирательного фонда будет составлять до 15 миллионов сумм, а в остальных городах до 5 миллионов сумм. И в Ваильных, конечно, до 500 тысяч сумм разрешено избирательный фонд открывать. К предстоящим выборам готовятся и наблюдатели. Всего от местных НПО за ходом голосования будут следить несколько тысяч экспертов. Сейчас специально для них в столице проводятся тренинги. К работе наблюдатели, как ожидаются, приступят уже со дня на день. Им предстоит отслеживать все этапы предвыборных мероприятий. Неправительственные организации говорят, что к мониторингу местных выборов они подготовлены полностью. А вот к контролю за референдумом, который также запланирован на 11 декабря, правозащитникам придется доукомплектовываться. Например, в рамках программы по мониторингу местных выборов у нас есть 20 долготрущих наблюдателей, 20 координаторов краткосовщих наблюдателей. У нас задействовано 8 тренеров для наблюдателей, 30 операторов колл-центров. В нашем офисе есть колл-центры, которые в день голосования будут принимать данные от наших наблюдателей. И тысячи краткосовщих наблюдателей, это в рамках местных выборов. Ну, если будет референдум, то нам потребуется больше около 300. Чуть больше 300. Сколько наблюдателей будут представлены от международных организаций, пока сказать трудно. ЦИК официально пригласил иностранных экспертов приехать в Кыргызстан для мониторинга выборов. Однако пока официально свое участие никто не подтвердил. Эксперты говорят, что если иностранные специалисты и приедут в Кыргызстан, то ради референдума. Местные выборы, как показывает практика, международных наблюдателей обычно не интересуют.